Закажите бесплатную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер-кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Знаковые события для мировой науки. На легендарной станции «Восток» в Антарктиде открылся новый зимовочный комплекс. Сооружение, состоящее из пяти модулей, занимает площадь в 25 тысяч квадратных метров. Новая станция – самые современные сооружения, построенные на шестом континенте. И единственные, расположенные на полюсе холода. Именно на станции «Восток» зафиксирован мировой температурный рекорд. Леденящие душу минус 89,2 градуса по Цельсию. А среднегодовая температура здесь не менее ужасающая – минус 55,2. Вдобавок, станция располагается на высоте 3488 метров над уровнем моря. Поэтому воздух очень сухой. А кислородное голодание практически как на вершине горы Эльбрус. Неудивительно, что в этом экстремальном месте нет ничего живого, кроме людей. Зачем же Россия тогда вкладывает серьезные средства в строительство нового комплекса? Ответ на этот вопрос находится глубоко. Под 3,5-километровой толщей льда Антарктического щита. Озеро «Восток» – ключ к пониманию многих процессов, которые происходили с климатом Земли в прошлом и произойдут в будущем. Здесь мы можем обнаружить древние микроорганизмы, способные в корне изменить наши представления об эволюции. А также отработать технологии, которые позволят человечеству проникнуть в подледный океан спутника Юпитера Европы. Поэтому «Восток» можно смело назвать станцией будущего, причем не только для России, но и для всего человечества. В октябре 1957 года было положено начало одной из самых захватывающих и увлекательных историй в летописи географических открытий. Из прибрежной Антарктической обсерватории «Мирный» стартовал санно-тракторный поезд под началом знаменитого полярника Алексея Федоровича Трешникова. 9 машин потянули 20 жилых блоков, а также внушительный запас топлива и припасов к южному геомагнитному полюсу Земли. Полярникам предстояло пройти почти полторы тысячи километров вверх по склону антарктического ледяного щита. Только через два долгих месяца санно-тракторный поезд прибыл в нужную точку. Где была основана новая станция, получившая название «Восток». Надо сказать, что условия проживания на ней были, конечно, лучше, чем у первых покорителей Антарктиды. Но все равно работа советских полярников больше походила на ежедневный подвиг. Тем не менее, ученые не отклонялись от намеченной программы исследований. В основном они были связаны с изучением особенностей местного ледника. Так, сейсмическое зондирование под станцией «Восток», проведенное ученым Андреем Капицей в 1959 и 1964 годах, должно было определить его толщину. Но на основе полученных данных было сделано гораздо более важное открытие. Совершенно неожиданно под ледником обнаружили признаки наличия жидкой воды. Совпадение или научное везение, как угодно, что под 3,5 метровой толщей ледника антарктического есть жидкая вода, которую мы сейчас называем озером «Восток». И с 70-го года там было начато глубокое бурение или сверхглубокое ледовое бурение с нашими друзьями, давними коллегами из Горного университета. Уже в первый год бурения ученые достигли глубины 506 метров. Казалось бы, немного, но благодаря этому удалось заглянуть в климатическое прошлое Земли больше, чем на 100 тысяч лет. Ведь антарктический лед только кажется нам серым монолитом. На самом деле это множество спрессованных слоев снега, содержащих атмосферный воздух, а вместе с ним и важнейшую информацию о климате прошлого. У вас выпало столько снега, это количество осадков. У него есть изотопный состав, он показывает температуру, при которой она выпала. У него есть химический состав, он показывает, собственно, загрязнение или что находилось в атмосфере. Дальше у вас замыкаются поры, там остается воздух. Та самая атмосфера, которая была в прошлом. Мы проникаем вглубь веков на тысячи и сотни тысяч лет. Молекулярный состав льда – немой свидетель земной истории. Он хранит информацию о температуре воздуха и составе атмосферы, лесных пожарах и вулканических извержениях. Лед – это своего рода машина времени, способная отправить ученого не только в прошлое, но и в будущее планеты. Например, благодаря кернам, извлеченным из скважины 5Г1 в районе станции «Восток», мы теперь знаем, что именно является причиной набирающего оборота глобального потепления. Впервые был получен климатический ряд. Была восстановлена история изменения климата и газового состава атмосферы Земли за последние 420 тысяч лет. Кульминацией вот этого, насчет совместных этих усилий, явилась статья в НЭЧе 1999 год, которая до сих пор имеет самые высокие в науках о Земле индексы цитирования. То есть она стала совершенно такой классической статьей, на которую все ссылаются. В нашумевшей статье приводятся данные о концентрации СО2, то есть углекислого газа в антарктическом льде с разных глубин, от поверхности до 3,5 тысяч метров. И вот эти данные показали, что за последние 1-2 миллиона лет концентрация СО2 в атмосфере, она была порядка 300-250, 300 с небольшим частей на миллион. Сейчас она выросла до 415. И вот этот рост достаточно сильный, быстро начался в начале 20 века, ну в конце 19 века с индустриальной революцией. Это прямое доказательство того, что в глобальном потеплении виноваты не естественные природные циклы, а хозяйственная деятельность человечества. Ведь на протяжении сотен тысяч лет никогда не было таких резких изменений концентрации углекислого газа в атмосфере. А значит, виной тому наши электростанции, заводы и транспорт, активно сжигающие углеводороды, каменный уголь, нефть и природный газ. Таков механизм усиления парникового эффекта в атмосфере. И он подтвержден многочисленными исследованиями ученых в разных точках земного шара. Впрочем, в истории нашей планеты уже случались периоды, когда в атмосфере была аналогичная концентрация парниковых газов. Поэтому так важно изучать климатическое прошлое, отраженное в ледяных кернах. Полученные учеными данные очень нужны модельерам. Мы модельерами называем людей, которые занимаются моделированием климата, как вы понимаете. И это институт вычислительной математики со своей климатической моделью, в которую будут на основе наших полученных данных добавляться модули, и мы будем проверять, насколько математические модели отражают действительно изменения климата. Чем больше достоверных данных из прошлого специалиста вносят в математическую модель изменения климата, тем точнее искусственный интеллект строит прогнозы на будущее. Появляется понимание того, чего нам стоит ожидать ближайшие 10, 20, 100 и даже тысячи лет. В этом плане информация, добытая специалистами станции «Восток», бесценна. Ведь здесь на глубине 3,5 тысяч метров и более залегает древнейший материковый лед на планете. Были проведены исследования нижней части атмосферного льда, который залегает над озерным льдом, которые были направлены на датирование вот этого льда. И тремя независимыми методами была сделана оценка возраста этого льда. И оказалось, что возраст этого льда превышает 1 миллион лет. Еще одно невероятное достижение российских ученых – вскрытие озера «Восток». Как считается, оно было закрыто от внешнего мира последние несколько миллионов лет. И вот 5 февраля 2012 года ученые сообщили, что в ходе бурения достигли отметки 3796,3 метра и взяли пробы воды из древнего водоема. Это была первая попытка вскрытия крупнейшего озера Антарктиды. Прошло, но не очень удачно, поскольку многие вещи нам были неизвестны. Вода поднялась слишком высоко над поверхностью озера. Пришлось разбуривать опять очень большой участок скважины. Скважина отклонилась. И второе вскрытие озера, которое было осуществлено в январе 2015 года, оно уже прошло в штатном режиме. Можно сказать, что вскрывать озеро «Восток» мы научились. Эта технология была ориентирована именно на вскрытие подлинникового озера, потому что для проникновения и проведения прямых исследований водной толщи и осадков озера нужна другая технология. И это мы очень хорошо поняли как раз в результате вот этих двух вскрытий, поскольку оказалось, что вода, поднимающаяся в скважине, она реагирует с заливочной жидкостью, которая в скважине находится. А это смесь керосина и фреона. И образуется так называемый гидрат фреона, твердое такое вещество, которое фактически закрывает доступ к озеру. Ученые пока не смогли проникнуть непосредственно в подледный водоем. Однако это не помешало им обнаружить одного из его обитателей. В кернах озерного льда, извлеченных с глубины 3607 метров, была найдена ДНК уникальной бактерии, причем теплолюбивой, как это ни парадоксально. Это термофил гемолита автотров, который в обычной жизни встречен был в горячих источниках в Японии и в горячих источниках юго-эстонского заповедника в Соединенных Штатах Америки. То есть он достаточно хорошо изучен. Там тоже имеют такую же ДНК эти бактерии. Живет он в воде с температурой 50 градусов. Ну как? Такая теплолюбивая бактерия оказалась в толще льда. Ученых тоже интересует этот вопрос. Сначала они предполагали, что на дне озера Восток есть горячие источники, которые могли бы послужить домом термофильному микроорганизму. Но эта информация не подтвердилась. Зато были обнаружены признаки наличия больших разломов глубиной более 1 километра. А у нас как бы градиент температуры, геотермальный градиент в земной коре – это, ну, средний, по-моему, 3 градуса на 100 метров. Значит, полтора километра по дном озера у нас температура как раз примерно 50 градусов и есть. Вот они оттуда были занесены. А то, что вода рециркулирует, то есть заходит в эти разломы и поднимается обратно, об этом свидетельствуют изотопные исследования вот керна озерного льда, которые мы проводим. Потому что там есть сигнал, который связан именно вот с взаимодействием воды озерной с горными породами. Закажите бесплатную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов. И получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. В общем, на станции «Восток» было совершено множество настоящих научных прорывов. И это даже удивительно, на фоне тех условий, в которых ученые работали в последние годы. «Здесь человек не живет, он медленно умирает», — раньше говорили обитатели станции. И дело тут не только в тяжелых климатических условиях. В начале 2000-х жилые модули «Востока» оказались полностью погребены под двухметровым слоем снега. Полярникам стало катастрофически не хватать дневного света и тепла. Ведь температура внутри жилых помещений составляла всего плюс 15 градусов Цельсия. Все из-за обветшалости строений и коммуникаций. На станции не было ни водопровода, ни канализации современного типа. Полярники использовали ручные рукомойники. Причем воду для них приходилось добывать, растапливая в специальных емкостях кубы снега. Его брали из 50-метрового тоннеля, который соединял станции с внешним миром. В таких тяжелейших условиях ученым приходилось жить, а главное — усердно работать. В основном в небольших домиках за пределами станции. Причем на далеко не самом совершенном оборудовании. К счастью, в 2014 году на тяжелое положение полярников обратили внимание на высшем государственном уровне. В результате было принято решение построить рядом со старой станцией «Восток» новый зимовочный комплекс. По замыслу проектировщиков он должен был стать самым передовым из всех существующих в Антарктике. Был изучен изначальный опыт создания всех 25 зимовочных комплексов на континенте. Для того, чтобы сделать этот проект в довольно сложные и сжатые сроки, был выбран модульный способ строительства, который применим для крупноблочной доставки. Допустим, для примера, американская станция «Амутсенскотт» строилась 10 лет. Французская станция «Конкордия» 8 лет. У нас были более амбициозные сроки, то есть построить это за 3 года. И это при том, что проект комплекса получился по-настоящему грандиозным. Полностью автономное здание посреди Антарктиды высотой в 5 этажей длиной 140 метров. Примерно в 2,5 раза больше Старого Востока. Новый комплекс проектировщики разбили на 5 блоков. Они должны были опираться на предварительно уплотненные снежные основания через 36 опор, выполненных в виде стойки, и опорной площадки в форме октагона. Дело в том, что наш институт Арктики и Антарктики обладает технологиями, которые позволяют утрамбовывать снег до плотности бетона. Например, на станции «Прогресс» мы сделали взлетно-посадочную полосу, на которую способны приземляться такие самолеты, как Ил-76, например, с грузами. И по этой же технологии сделан искусственный рельеф под станцией «Восток». У новой станции очень высокие опоры, чтобы под ними могла работать снегоуборочная техника. Теперь полярникам не придется чистить снег вручную. Но метели в Антарктиде такие сильные, что с годами станцию все равно начнет заметать. Чтобы новый зимовочный комплекс не повторил печальную судьбу Старого Востока, все опоры решили оборудовать домкратами. У каждого домкрата есть датчик. В центре управления каждый датчик выведен на экран монитора. И в случае, если любая из ног будет проседать, мы можем поднять ногу и подтрамбовать снег. Таким образом, мы хотели сохранить максимальную долговечность здания, чтобы оно могло вырастать со временем. Важным требованием было создание на новой станции атмосферы тепла и уюта. Чтобы решить эту задачу, в Красноярске сконструировали уникальный алюминиевый фасад. Сама стена, непосредственно та конструкция несущая, она имеет свой утеплитель. И снаружи нам пришлось еще проектировать несколько слоев базальтового, негорючего утеплителя. И общая толщина утепления получилась 600 мм. Представьте, 200 мм утепления самой стены, которая внутри сэндвича, и плюс еще наружное утепление, которое мы отдельно проектировали. То есть там 800 мм, почти метр утеплителя, потому что 80-градусные морозы. Для таких экстремальных условий даже не существует стандартов и ГОСТов. Поэтому пришлось разрабатывать новые методики, чтобы проверить надежность всех узлов станции. Заказчик ставил перед нами задачу. Все конструктивные изделия остальные, которые применялись в подсистеме, должны пройти испытания на хрупчивость. Вот мы, например, в жидком азоте испытывали все кронштейны, которые там применяются. А когда все пять модулей станции были готовы, руководители проекта приняли решение провести их тестовую сборку. Она проходила на опытной площадке в Гатчине под Санкт-Петербургом. Если мы строим любой классический объект и можем в любой момент доставить те или иные материалы и грузы, то туда мы их доставить не можем. Поэтому для этого было принято решение станцию собрать, полностью укомплектовать. Ученые в ней пожили неделю, проэксплуатировали, и после этого она в аккуратном виде была разобрана теми же людьми, которые ее потом собирали в Антарктиде, для того, чтобы не было недокомплекта, для того, чтобы не завозить какие-то дефектные материалы. Затем начался самый сложный этап проекта. Доставка нескольких тысяч тонн стройматериалов, оборудования и техники в одну из самых труднодоступных точек планеты. До береговой линии «Прогресс» пришлось пробиваться через морские льды с помощью судна «Академик Трешников». Дальше еще одно испытание – санно-гусеничный поход. Ну и после испытаний в первый экспериментальный сезон были выбраны оптимальные сани. Изготовлено их было около 20 штук для того, чтобы за три похода доставлять блок-модули, которые были собраны уже в полузаводское изготовление, до 60 тонн. Полярникам и строителям предстояло преодолеть 1420 километров по очень опасной дороге. На ледяном щите Антарктиды есть участки, где возникают провалы шириной в десятки метров. Неоднократно в них падала техника, гибли находившиеся в ней люди. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Но все равно участникам похода пришлось совершить множество маленьких трудовых подвигов, чтобы успеть в срок доставить все необходимое для строительных работ. Походы велись круглосуточно. Люди жили, собственно, непосредственно в специальных модулях по ходу гусеничных походов. И самоотверженно в течение 14 суток шли сначала на станцию «Восток» с грузом, отдыхали и шли обратно для того, чтобы начать новый поход. Причина такой спешки проста. Относительно тепло в Антарктиде бывает только летом. В другие сезоны транспортная связь станции «Восток» с побережьем прерывается. Поэтому создание нового зимовочного комплекса представляло собой один из сложнейших проектов в истории мирового строительства. Хотя бы потому, что нужно было подготовить 176 обычных людей к работе в условиях лютого холода и высокогорья. Поэтому рабочие прошли подготовку в Прейлебрусе, специально адаптировались под нехватку кислорода перед отправкой туда. И это как бы позволило исключить адаптационный период непосредственно на объекте строительства. И все же каждое движение давалось строителям с большим трудом. Тем не менее, они сумели справиться с задачей всего за три сезона. В первой были установлены 36 опор нового зимовочного комплекса. Во второй – инженерный блок с системой энергообеспечения и жилой блок, состоящий из 15 комфортных помещений, плюс столовая и зона отдыха. Ну и в третье антарктическое лето возвели два оставшихся модуля станции и гараж для техники. Сейчас комплекс находится в высокой степени готовности. В нем можно жить и работать круглый год. Антарктическим летом персонал станции насчитывает 35 человек, в остальное время – 15. При этом какие-то модули можно законсервировать на время зимовки для экономии ресурсов. Можно меньше отапливать неиспользуемые блоки, допустим. Чтобы меньше топлива завозить, потому что топливо в Центральной Антарктиде золотое получается. Зимовка – самое тяжелое время для полярников. Ночь, которая кажется бесконечной и минус 80 за бортом станции. А главное – полная автономность. В случае, что и помощь сможет прийти только через 8 месяцев. Поэтому на новой станции все системы жизнеобеспечения дублированы. Около пяти дизель-генераторных установок, которые сама по себе каждая может осуществлять эксплуатацию и поддержание температуры комфортной, электроэнергии в каждом блоке. Если один выйдет из строя, то другие его подстрахуют. Два топливных склада совершенно автономных на случай выхода из строя другой приводится в действие и обеспечивает жизнеспособность станции. Также на новой станции есть операционные со всем необходимым медицинским оборудованием. Поэтому полярники теперь могут зимовать без опасений за свои жизни. Да и уровень комфорта значительно вырос. Отдельные звукоизолированные каюты, воздух в помещениях увлажняется, большие снегоплавилки работают автоматически, обеспечивая запас воды на 8,5 месяцев. А сама вода минерализуется в специальных установках. И ее больше не надо экономить. Каждый день ученые могут принимать душ. Для сравнения, допустим, на американской станции это строго по расписанию. И, условно говоря, раз в неделю. Но кроме этого, станция оснащена очень многими зонами соцкульбыта. Это и зоны отдыха, и бильярдный, и спортзал, и сауна, и столовая комфортная. В общем, теперь на станции «Восток» есть все, чтобы ученые могли заниматься исследованиями, не заботясь о бытовых вопросах. У нас планированы работы по исследованию в районе станции «Восток». Это почти на 20 лет уже проект научный. Там будет несколько решать задач. Первое – это проникновение в озеро «Восток», отбор проб воды и грунта, чего еще не было сделано. И он включает в себя две задачи. Собственно, как бы создание технологий этого проникновения, создание специальной буровой установки, снаряды и так далее. Здесь, в соответствии, в общем-то, компетенции наших друзей из горного университета. А вторая часть – это отбор этих проб и их исследования. Здесь, конечно, будем сами работать, и наши, в общем-то, друзья из Академии наук, определенные институтами. Возможно, ученым даже удастся найти в древнем озере живых существ. Речь, конечно, идет не о рыбах или ракообразных. В таких условиях они выжить не могут, даже теоретически. А вот различные микроорганизмы вполне способны успешно существовать в его водах. Находок, которые бы подтверждали существование этой жизни именно в воде, у нас нет. Но должна жизнь существовать в воде, тем более, если этой воды 6 тысяч кубических километров. Предполагаемый размер озера Восток – 250 на 50 километров. По площади оно сравнимо с самым большим озером Европы – Ладожским. Только вот максимальная глубина примерно в 5 раз больше – 1200 метров. Это говорит о довольно сложной истории происхождения подледного озера. Тут две основные гипотезы. Одна, которая поддерживается большинством ученых – это то, что в результате донного таяния уже после образования ледникового покрова, он где-то 15-17 миллионов лет назад, вот примерно принял такие размеры, которые у нас сейчас существуют. И озеро образовалось после этого в результате донного таяния. А вот другая теория заключается в том, что это озеро реликтовое. То есть сначала образовалось озеро, а потом нарастал ледниковый покров. Возможно, подробно изучив донные отложения этого водоема, ученые смогут раскрыть тайны его происхождения. Но пробиваясь через километры льда к озеру Восток, они решают и другую задачу – будущих космических миссий к спутнику Юпитера Европе. Астрономы уже точно знают, что под толстой ледяной коркой там скрывается теплый океан. И в нем теоретически может существовать микробная жизнь. Мы пока не знаем, как это проверить. Нужно разработать технологию, которая позволит автоматическому аппарату пройти через многокилометровый лед, проанализировать состав воды и обнаружить в ней микроорганизмы. Такие задачи уже ставят перед собой специалисты НАСА. Поэтому вполне логично, что район ледника в районе озера Восток рассматривается как полигон для отработки технологий, и доступа вот к этому подлинниковому озеру, и исследования его отбора проб. Я не знаю, что думают сейчас специалисты НАСА о продолжении вот этих исследований, но в то время они принимали активнейшее участие. Новый комплекс станции Восток смотрится, как севший посреди ледяной пустыни космический корабль. И дело тут не только в футуристическом дизайне. Возведение комплекса зданий в самом сердце Антарктиды по сложности сравнимо со строительством базы на Луне. Опыт длительного пребывания людей в замкнутом пространстве станции тоже можно использовать для планирования будущих космических миссий. У нас есть специальные такие эксперименты с агрофизическим институтом, с институтами медико-биологических проблем и так далее. В общем, в замкнутых пространствах выращиваем продукты у нас и урожай собираем. Как бы это ни звучало смешно, в Антарктиде помидорчики, огурчики, зелень, арбузы были. Вот сейчас ягоды должны пойти. Смотрим, каким образом работа с растениями влияет, в том числе, на психическое, психосоматическое состояние полярников. А влияет очень позитивно. Вообще, большое внимание сейчас уделяется именно качеству жизни ученых. Это очень важно. Ведь когда полярник согрет, хорошо накормлен, весел и работа спорится, а значит, скоро нас ждут новые открытия мирового масштаба, которые обязательно будут сделаны на обновленной станции «Восток». Субтитры создавал DimaTorzok